В поручении губернатора была поставлена задача очистить город от покрышек, выработать механизм, по которому бы максимально короткие сроки мы могли очистить места накопления от ТКО, там, где, по сути говоря, граждане выкидывают мусор, образованный в результате жизнедеятельности. Значит, был выработан механизм, подход, и достаточно простой, за каждую покрышку по 100 рублей. Изначально, в прошлом периоде, мы обеспечили прием покрышек порядка 50 тысяч, что, собственно, позволило нам выработать крошку, резиновую крошку, которая в последующем была реализована для нужд муниципалитетов на детские площадки, на различные покрытия в спортивных объектах. Собственно говоря, механизм заработал. В этом году мы запустили прием покрышек с ограничением, то есть на один паспорт 8 покрышек. Собственно говоря, ежедневно мы принимали порядка 800-700 покрышек, доходило до 900 покрышек, то есть механизм работал. Люди, скажем так, имели возможность сдать покрышку и получить за это деньги. Раньше они просто выбрасывали эти покрышки, сейчас они получают за это по 100 рублей за покрышку. Ограничения почему? Потому что были недобросовестные некоторые юридические лица и начали завозить самосвалами, покрышками, которые, по сути говоря, со старых свалок, которые в предыдущие периоды были организованы, образованы. И, значит, с этих карьеров начали вывозить покрышки. Конечно, это не реализовало бы, в принципе, те подходы, которые мы хотели здесь все-таки реализовать, это все-таки очистить территорию. Дальше, значит, было принято решение, поскольку граждане уже собирали эти покрышки, у кого-то уже накопилось достаточно большое количество, было принято решение, скажем так, сделать некую акцию. Мы полностью сняли ограничения, и это позволило нам дополнительно собрать порядка 70 тысяч покрышек. В целом мы за вот этот небольшой промежуток времени обеспечили сбор покрышек порядка 103 тысяч штук. Это примерно где-то 1 140 000 кг в резине. Дальше она пойдет вся резинопереработка и в последующем будет использована также при реализации проектов, связанных с комфортной городской средой. Напомню, что по предыдущему периоду у нас было переработано порядка 290 тонн резины. 90 тонн было реализовано, сейчас реализуется остаток этой резины.